Чай – самый популярный напиток в мире. Четыре страны-производителя поделили между собой около 70% рынка, однако в нем еще есть место для России. Как увеличение доли экспорта чая отразится на его цене, расскажем в следующем сюжете. Специалисты Федерального центра при Минсельхозе России опубликовали прогноз, согласно которому экспорт чая к 2030 году может вырасти с 20,6 до 30 тысяч тонн. По сравнению с Китаем, ежегодно производящим около 2,5 миллионов тонн, эти цифры кажутся каплей в кружке чая. С какими конкурентами на мировом рынке столкнется Россия и сможет ли выдержать эту конкуренцию? Китай, такие традиционные страны, как Индия, Шри-Ланка, то есть целый лимский чай, и еще можно добавить Кению. Вот эти четыре страны, они контролируют более 70% мирового экспорта чая. Напрямую конкурировать с ними достаточно сложно, поскольку это уже устоявшиеся связи, устоявшиеся традиции во многих странах. Но тем не менее, можно искать определенные ниши для своего товара. Так, в частности, Китай у нас закупает некоторые виды чаев, потому что эти виды чая для них являются, скажем так, диковинкой. Так популярность в Европе и Азии набирают иван-чай, травяные сборы на основе ромашки, душицы и других лечебных трав. Ценится и самый северный чай в мире, сделанный из краснодарского листа. Но если продавать чай за границу, не станет ли снижение его доли на российском рынке поводом для резкого увеличения цен? Сами производители, они все-таки ориентируются, в первую очередь, на собственную прибыль. Поэтому им, по вашему счету, без разницы, что думает население. То есть они ищут, где выгоднее. Отчасти такие вопросы могут решаться действиями правительства, которое может, допустим, установить определенные экспортные пошлины на чай. Соответственно, экспортерам приходится платить дополнительные суммы еще за экспорт чая. Соответственно, им становится выгоднее уже продавать чай внутри страны. Но, в целом, я думаю, что ситуация роста цен на чай, она, наверное, в каком-то смысле, неизбежна, поскольку цены растут во всем мире. Согласно данным Росстата, с начала года розничная стоимость чая по стране увеличилась на 3%. Это заметно ниже уровня годовой инфляции, составляющей 6,5%. По прогнозу экспертов, цены вырастут лишь на чистые чайные сорта. А для пакетированного чая и напитков на его основе стоимость останется неизменной. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова